Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получаются решением задач, вычислительных задач на кластерах большой мощности. Другого способа получения реальных данных нет сейчас, на данный момент. Можно посчитать на персоналке там что-то, можно на ноутбуке, но это все ученические задачи, можно решить. В реальности нужно использовать вычислительные машины большой мощности. Целью курса является обучение вас, студентов, элементарным навыком общения с кластерами. По сути, вы должны выполнить три базовых кульбита. Первый кульбит – это подготовка данных, в том числе и расчетных сеток, для проведения вычислений. Второй кульбит – вы должны на вычислительном кластере, который находится удаленно, а не на ноутбуке, с использованием MPI провести расчет. И третий кульбит – вы должны эти данные уметь посмотреть, обработать, получить их, чтобы потом сделать красивые картинки, написать отчет и освоить деньги. Шутку не поняли, да? Так, ладно, вот. Вот эти три вещи вы должны продемонстрировать в этом семестре. Подготовить сетку, провести расчет, значит, и посмотреть поля или какие-то разрезы посмотреть, данные проанализировать. Все. Вот задача. Самым страшным вопросом и самой страшной проблемой студентов четвертого курса является непонимание граничных условий в задачах Эйлера на въезд Окса и при решении уравнения погрансловия. Я, как преподаватель четвертого курса, вам такое говорю. Поэтому часть курса я посвятил все-таки уравнением погрансловия, уравнением Эйлера и на въезд Окса. И в постановке задачи мы изучали, собственно, ограниченные условия. Стыдно этого не знать и не понимать. Поэтому мы это тоже должны знать. Все-таки это наша наука. Газовая динамика. Вот. Итак, на зачете вы демонстрируете свое искусство построения сеток, удаленного расчета на вычислительном кластере. Вы умеете залогиниться на вычислительный кластер, закачать туда начальные данные в виде сетки и так далее. Запустить расчет, получить результат, скачать оттуда результат и его обработать. Вот ваш базовый навык. Еще раз повторю мотивационную часть лекций и вообще мотивационную часть курса. Если вы не хотите быть финансовыми аналитиками или программировать банковские сервисы, баз данных или заниматься фронт-эндом каким-нибудь там или бэк-эндом, то навыки, а и будете двигаться именно в эту сторону, в сторону вычислительной физики, то этот навык вам безусловно пригодится. Абсолютно точно пригодится. Поэтому, друзья мои, тут решение за вами. И если вы не сейчас освоите эту программу, но при этом будете двигаться в сторону вычислительной физики, вы это освоите в любом случае позже. То есть это неизбежно. Поэтому я призываю вас получить хорошую оценку на зачете, в условиях, что вы и так это выучите. Не мытьем, так катаемем. Так, мотивационная часть закончена. Ладно, давайте сейчас небольшая обзорная лекция. Обзорная, потому что я это спрашивать не буду. Я просто сообщу вам сведения, что такое тоже бывает в нашем мире. И все. И почему такое бывает. И потом приступим к сдаче зачета. Будем продолжать. Итак, немножко, да, вот. Значит, доступ на кластер. На всякий случай я об этом говорил. Но, наверное, народ не весь еще понимает, как залогиниться на кластер и провести расчет. Итак, внимание. Если вы пользователь Linux, вы делаете это с помощью вот этих команд, которые показаны в терминале, по SSH, вы набираете адрес сервера, логинитесь и туда передаете какие-то команды. Если вы пользователь Windows, вы можете использовать всякие там предложения, самые распространенные из которых в Патте. Вы его можете скачать, поставить к себе и через Патте логиниться к серверу и там сообщать команды серверу через вот это приложение в терминальном режиме. Далее. Для того, чтобы общаться с сервером, вы можете пользоваться протоколами SFTP. В приложениях, например, таких, как FileZilla, они есть, как я выяснил, и под Windows, и под Linux. Вы можете использовать WinSCP. Это такое тоже приложение, довольно популярное. Скачаете, установите. Вот. Итак, это для вас, значит, способ логиниться и выполнять какие-то удаленные команды на сервере. И это для вас способ на этом слайде показан, каким образом вы обмениваетесь файлами, да, с сервером. Используйте SFTP. Итак, ладно, поехали. Значит, сложные геометрии. Что это такое? Значит, мир состоит, как известно, не только из кружков, цилиндриков каких-нибудь там и конусочков. Мир состоит из сложных каких-то аппаратов летательных. Они могут там быть с крылышками с какими-то с крылышками и с прочими мелкими деталями на корпусе. Например, там какие-нибудь совсем мелкие антенки или еще чего-нибудь. И в основном, ну не то, что в основном, а часто так бывает, что людей интересуют именно мелкие детали. Не только общая геометрия, но и мелкие детали. Поэтому мы должны уметь строить сетки для сложных геометрий такого типа. Сложность геометрии какая может быть? Во-первых, сложная топология. Например, вот у этого самолета может быть дырка вот тут насквозь. Нужна будет эта сложная топологическая какая-то геометрия. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот у вас там какой-нибудь самолет, а тут воздухозаборник. Вроде как топологически это бублик. Или тор. То есть, такая односвязная область с дыркой. Следующий тип сложностей, которые существуют, это когда разномасштабные объекты есть. У вас есть большой самолет и очень маленькие детальки. А вас интересует как раз эта маленькая деталька. Поэтому выход какой? строить сетку таким образом, такой мелкости и таких мелких ячеек, чтобы она в том числе разрешала каждую мелкую деталь этой сетки. В этом случае, да? Мелкая сетка, очень мелкая сетка, подробная сетка. В случае с геометрией с тором вам нужно будет строить такую сетку, чтобы мы гарантированно построили ячейки правильного размера, которые не схлопнутся, ни у которых там хорошего, ячейки так называемого хорошего качества. Чтобы она была построена во всей области нас интересующей. Например, и вовне, и внутри воздухозаборника. Первый, самый простой способ решения этой задачи является неструктурированные сетки. Значит, неструктурированные сетки в той или иной степени мы с вами строить умеем. Это, их можно построить вот в программках Gmesh и Salom. Я вам их показывал. Всякие, всякие такие сложные геометрии вот построятся. Однако, есть принципиальный недостаток. Суть этого недостатка в том, что сами размеры этих учительственных сеток получаются очень большими. Большой размер сетки. N много больше единиц. Много миллионов ячеек. Значит, чем это грозит в реальном вычислянии? Понятно, что на ноутбуке вы даже не сможете построить такую сетку, не хватит памяти. но и если вы ее построите и там запустите на кластер, то на кластере запустите, то сам расчет будет длиться очень долго. Это неоптимальное использование ресурсов. Итак, выход есть. Это не структурированные расчетные сетки такого типа, но они не оптимальные обычно. Структурированные расчетные сетки ну там оптимальные. О! Угу. Мы с вами также смотрели еще две программки, которые могут помочь нам построить этого типа не структурированные расчетные сетки. Это SFMesh или Cortesian Mesh формулировки OpenFoam и Snappy Hex Mesh. Эти это тоже по сути не структурированные сетка построителей и тоже очень ресурсозатратные. То есть они построят сетку при любом раскладе, но тоже будут неоптимальны. Значит, есть как из этого из этой ситуации выходить. Есть два типа. Принципиально два типа выхода. Первый тип это ну и скажем так три типа. Первый тип это строить руками без всяких автоматических этих. Ну есть такие есть всякие программы, когда ты руками строишь очень аккуратно структурированные расчетные сетки. Как вы знаете, помимо всего прочего, помимо вот сложности геометрии, геометрии, в результате наших расчетов может оказаться, например, сложная система решений. Например, система скачков уплотнений. Система скачков уплотнений требует специального подхода. Мы эти скачки уплотнения должны разрешать. То есть, количество ячеек в скачке должно быть достаточно большое, чтобы его аккуратно разрешить, чтобы картина течения была максимально правильной, чтобы решение получилось правильно. Итак, сложность геометрии, сложность топологии, необходимость разрешать мелкие детали на корпусе и сложные системы скачков могут быть, которые тоже надо разрешать. То есть, некая объективная реальность собственного решения. первую я вам сказал, гарантированно неструктурированная расчетная сетка. Итак, неструктурированная расчетная сетка плюс MPI на кластере. Самый простой и убойный способ все-таки решить как-то задачу. Мы это должны знать. Мы это как бы с вами сделаем. В рамках этого курса вы должны этому научиться. То есть, совсем тяжело, плохо, но вы должны справиться с этой задачей. Вот. Самый трудозатратный способ. Второй способ. Он такой довольно сейчас разработанный в наше время. Это когда геометрию можно разделить на какие-то элементарные простые простые примитивы. К примеру, вот у вас есть там вот у вас есть какой-то конус и на этом конусе появилась какая-то там труба маленькая. Можно сделать так называемые химерические сетки или терминологии там в openfoam применяется оверсет. Когда сетка строится отдельно для каждого элемента хорошая то есть ну считаем там структурированная сетка аккуратная для каждого элемента для элемента основного и для элемента маленького который нам интересен тоже аккуратная качественная сетка незатратная вот и сам решатель в процессе в процессе решения переинтерполирует значение полей между расчетными сетками и таким образом реализуются перекрывающиеся сетки то есть расчет на нескольких многих 5 6 7 8 10 перекрывающихся сетках это такой прогрессивный метод вот он позволяет экономить ресурсы ресурсы не заливая все выглядит это примерно так вот посмотрите этот у нас вот есть какая-то сетка расчетная да и показано два типа шарика ой ну как бы цилиндрика цилиндрика наверное да и вокруг них построена своя отдельная сетка и когда решатель считает для него внешняя сетка это квадратик а когда поле необходимо пересчитывать около около вот этих вот элементов он опирается или там уже работает сеткой которая построена вот вокруг этих элементов технология называется химерическая или оверсет оверсет наберите в тюториалах и в этом на openfoam будет пример как это использовать там это реализовано это можно это уже более интеллектуальный подход к расчету то есть вы получите какое-то там более более качественное решение более качественное решение на меньшем количестве ячеек это важно считать вы будете не месяц а неделю понимаете это большая большая разница просто большая разница так что еще я хотел показать а и адаптация сеток решение третье адаптация есть много способов адаптации там как бы есть много на эту тему всяких приемов и так далее самый простой способ в сильных градиентах если поле в процессе решения показывает нам ударную волну сильный градиент какого-то параметра плотности мы в этом месте сильно сгущаем сетку то есть просто увеличиваем количество ячеек таким образом у нас в процессе счета возникает какое-то поле да какое-то поле возникает и в нужных нам местах программа сама сгустит сетки сетку и разрешит правильно те места которые мы указали мы экономим сетку количество ячеек во всех местах где нам не очень это интересно и увеличиваем только там где нам это интересно причем заранее мы этих мест не знаем в процессе счета у нас выделилась ударная волна там автоматически программа сгустила ячейки и там как-то она разрешает разрешает так сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу немножко картинок и видео как это в реальности происходит там я кстати в самой программе вот так сейчас 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 ну вот она так давайте запускаем сейчас покажу настрою тут немножко так так ну вот посмотрите вот посмотрите это у нас такой кубик вот это кубик значит и вот это красным обозначено столб воды вот синий это воздух а красный это вода вот так вот это выглядит как-то вот мы начинаем а и вот там вот видите такое препятствие есть внизу вот вода сейчас этот столб воды начнет падать под действием сил притяжения вот видите там препятствие квадратное ну такое вот кубическое сейчас вот он потечет вот сетка какая изначальная вот она вот такая простая однако посмотрите что около около границы воды и воздуха сильное сгущение ячеек чтобы лучше разрешить вот эту границу ну вот сейчас я вот это вот выключу вот это оставлю и запущу что там дальше было так вот нажму на кнопочку и посмотрите как будут двигаться динамически видите сгущает там где где есть сгущает там где есть жидкость где есть граница всем понятно что произошло столб воды упал и препятствие в трехмерном случае столкнулся с препятствием вот с этим и программа посмотрите внимательно сгустила там количество ячеек где это нужно а в прочих местах сделала ячейки покрупнее вот этот прием работает вот это называется адаптация к решению в процессе счета часто используемая и очень полезная вещь итак запомните третий вот этот момент численный прием он не относится к уравнениям он не относится к граничным условиям он относится к тому как вообще выполнить расчет в условиях когда ресурсов всегда мало их потому что всегда мало плохой способ не структурированные расчетные сетки лучший способ оверсет ну и еще лучше это оверсет плюс адаптация к решению ну ладно все друзья на этом закончим упражняться мы не будем и спрашивать я это не буду кроме того чтобы вы просто хотя бы могли вот это сказать потому что чувствую что у нас и с простыми вещами не так весело ну все давайте на этом лекция закончена больше у нас лекций не будет а будет только зачеты потому что у нас на праздниках выпадают выпадают лекции итак вы должны продемонстрировать свою способность построить расчетную сетку вы должны продемонстрировать на кластере способность провести расчет с помощью MPI и вы должны продемонстрировать способность обработать результаты а также поддержать преподавателя интеллектуальной беседой на тему граничных условий на УЕСТОКС и Эйлера ну и так далее все что мы обсуждали все удачи вам на зачете и вперед